коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской и если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то пожалуйста проходите по ссылке в описании она прямо под видео сейчас размещу и в посте и размещу в посте информацию и эти заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой если вы меня видите если вы меня слышите то напишите в чатике что вы меня видите и слышите так поднял полетели полетели комментарии очень хорошо друзья мои у нас через минуту мы начинаем я еще чутка потяну время к все подключать как раз прям за вот за секунду до этого самого до начала эфира прилетел любопытный комментарий я даже сохранил ольга пишет задание определить норму не выполнено села писать в последний момент за 45 минут написала чуть меньше двух страниц друзья мои вот смотрите я вас прошу относиться к этому тренингу предельно серьезно да чем же блин таким вы важным заняты были до что вы не не смогли найти там час времени для того чтобы сделать свою писательскую работу нет ничего у вас в жизни если вы писатель если вам дан талант писателя нет ничего важнее писательская работа в вашей жизни а если нет ничего важнее значит соответственно вот все на что вы потратили время да то что кажется вам может быть важным да это все не не так важно соответственно вы должны найти время для того чтобы свою писательскую работу сделать и это же касается и участия в этом тренинге да то есть у вас за весь год у вас впервые выдалось свободное время когда вы можете заниматься тем чем на самом-то деле вы и должны заниматься но вот если вы во время прохождения самодисциплины у вас вдруг находятся какие-то более важные дела то хрен его знает о чем здесь вообще делаете нет ничего важнее того чем мы с вами сейчас здесь занимаемся дальше следующий момент тоже вот комментарии ольги проблема в том что я за этим столом еще и шлю это мое хобби он всегда завалены скутками инструментами для шитья смотрите вот здесь тоже я вам даю какую-то какую-то вещь да даю какое-то задание да и вы мне говорите ой нет я не мне это не подходит да потому что я тут еще и шью ну окей но вы никогда не будете хорошо писать за столом за которым вы шьете вот и все все очень просто то есть если вы не сделаете это да не сделайте отделение шитья от вашей письменной работы соответственно у вас здесь будет неизбежно снижаться продуктивность зачем это делать соответственно нужно либо завести отдельный стол для шитья либо придумать способ преобразования вашего рабочего места в тот момент когда вы начинаете писать убрали все что связано с шитьем и не знаю там поставили цветок поставили свечку зажгли да и свечка это символ триггер преобразование преобразование вашего стола вместо для писательской работы так друзья напишите мне как вам удалось преобразовать свое рабочее место и какие по этому поводу были может быть инсайты открытия или вот сопротивление как ольги или может быть есть какие-то вопросы которыми хочется поделиться просвечка мне очень понравилось алена пишет не такой редкий не такой редкий способ преобразование места в рабочий так как может показаться то есть это звучит экзотически но на самом деле действительно многие авторы так делают да то есть это довольно бюджетно свечка она ну копейки стоит вот экологии не портит дат если вы соблюдаете определенные меры безопасности до проветриваемое помещение свечка соответствующим подсвечником да то есть что чтобы пожара не случилось да вы не ставите куда-нибудь там в книги и так далее так далее так убрала все что не участвует в работе стало легче поменяла место для писательской работы новое сделала за другим столом тоже вы понимаете да что если вы сейчас поменяли рабочее место может быть какое-то первое время вам будет не очень комфортно потому что там вы привыкли в другом месте писать но поставь постепенно да знаете как намоленная икона да вот точно так же написанное место она постепенно постепенно зафиксируется как как рабочие как рабочие пространство так большой кухонный стол поделила нам пополам место хватило на обе зоны да кстати вот так еще можно сделать да то есть допустим кухонный стол если я вот так за ним сижу да с одной стороны это письменное место если вот так то это место для еды тоже такое может быть это тоже работает я понимаю что идеальной ситуации не существует ни у кого дай нам всегда приходится ситуацию подстраивать каким-то образом под себя так разгребла подчистую стало очевидно как много отвлечений был но вот видите да так атрибут для начала но атрибут ритуал да то есть это может быть не обязательно какое-то ну появление предмета конкретного да это может быть действие какое-то которое помогает вам войти в рабочее состояние например тони роббинс его сейчас у нас прям совсем не любят я к нему в принципе нормально отношусь я был на тренинге в лондоне не все я принимаю из его методологии но то что работает то работает и он рассказывал о том как он писал книгу свою первую значит для того чтобы ввести себя там сложно он взял тренинг он заканчивался в два часа ночи до писать естественно не хотелось но нужно было там за месяц написать книгу и он я не помню точно он что-то делал какой-то типа на пальцах на пальце как будто кнопка включения до рабочего состояния и он там первый раз ее нажал включил это типа не очень хорошо сработал на второй раз нажал да то есть создал ритуал физического действия перед началом работы да и где-то там со второго третьего раза это уже начинает делать физическое действие начинает действовать как ритуал он может быть совершенно бессмысленный например я в свое время на первой самодисциплине тоже так вот от балды сказал что там поцелуйте стену перед тем как садиться и начинать работать и это людям что-то так понравилось и все начали стену целовать да без на абсолютно бессмысленное действие да но она физическая она как бы ну такой включает осознанность сразу же вот и дальше это начинает работать как ритуал сопротивление разбираться со столом такое что заболела и проспала вчера везде сама саботаж наши все это святое так есть читаю что я смотрю вслух все не буду читать сложно с пространством ребята кому легко нет не поверьте нет ни одного человека который работает в идеальной в идеальной ситуации якорей да совершенно верно я мне кажется тони старый нлпер и я тоже ничего плохого я сам проходила нлп практику тани мужицкой и ничего тоже ничего плохого кроме хорошего сказать не могу про нлп если правильно его использовать то вполне себе вполне себе инструмент так теперь напишите пожалуйста в чате есть откат после двух дней чет рановато не не ждут так рано после двух дней отката не жду это что-то у вас фальш-старт откат должен быть позже значит то есть скорее всего это значит что но физическое состояние уже просто вы настолько вымотанное до что вы на каких-то уже просто остатках ресурса два дня продержались и потом рухнули а вот это значит что просто отдыхать надо и сколько вы написали не пишите в чате и давайте так я сразу же сформулирую вопрос во первых сколько вы написали напишите и сразу же напишите есть ли у вас ощущение да у кого есть ли у вас ощущение что вы написали могли написать еще или ощущение что вы написали больше чем чем смогли или есть ощущение что вы написали вот ровно столько сколько надо вот какой из этих какой из этих трех вариантов сколько вы написали и как по ощущениям вы написали столько сколько надо или чуть чуть больше или чуть чуть меньше так вот 20000 знаков это большая достаточно норма важно здесь смотрите важно чтобы вы видели в чате да вот кто-то пишет 3000 знаков можно было бы больше раза в два до полторы страницы одна страница полторы страница одна страница 12000 знаков ощущение что написала больше чем можно две страницы 1 страница да важно чтобы вы видели и понимали что норма у каждого своя причем разброс этой нормы может быть не в разы а на порядке то есть вполне может быть автор у которого норма там несколько букв да скажем как джеймс джойска когда писал поминки по фенегану да он писал вот там несколько букв мог сложить за за целый день такое вполне может быть да и и вполне может быть автор которому ну комфортно писать 20-30 страниц за я в каком-то интервью меня очень сильно впечатлило есть такой писатель роман злотников и еще в 90-е какой-то я его интервью читал и он год вот типа там иногда до 30 страниц за день получается у бальзака иногда у него норма доходила до 30 страниц и вот эта норма важно понимать то что она во первых для каждого из вас она субъективно да то есть у каждого своя норма и если вы видите что а а стивен кинг пишет 6 страниц в день джеймс паттерсон пишет 4 страницы в день а еще кто-то пишет 10 страниц в день а я то пишу всего одну страницу надо понимать что если ваша норма одна страница да то не надо бежать задрав штаны бежать за кем-то другим у разных людей разная писательская физиология и разное количество текстов люди пишут более того там плюс-минус мы определяем норму да и дальше мы в пределах этой нормы будем работать сейчас я объясню что еще надо с этим сделать кроме этого разные тексты в пределах одного автора до разные тексты могут писаться по-разному например если мы пишем скажем даже я там высокий уровень осознанности достаточно да все там все смотрю все измеряю все считаю но например я художественный текст прозаический я пишу три страницы в день да вот романы я писал когда свои да я писал три страницы в день non fiction текст я пишу 2 страницы в день да то есть когда я писал там ленивую скотину волшебный пендель да я писал по две страницы в день если я пишу пьесу она пишется вообще совсем по-другому да то есть оно обдумывается долго а потом за несколько дней за три дня за два дня а за четыре дня она пишется скажем пьеса убийца было написано за четыре дня там сколько 30 страниц например ну вот считайте почти по 10 страниц в день сценарий пишется тоже там он производстве сценария она состоит из разных текстов да например когда вы пишете по эпизодник там по эпизодника может быть там не за четыре страницы 5 страниц и соответственно там по эпизодник можно писать там несколько дней сидеть и разрабатывать по эпизодник придумывать сцен да и и выдачи текста естественно меньше а потом когда вы садитесь и пишите диалоги диалоги писать легко я легко пишу там 10 страниц диалогов где кто-то пишет 5 страниц диалогов да то есть разные тексты могут один и тот же автор разных текстов может выдавать разное количество если мы пишем блог чаще всего авторы вообще не учитывают то что они пишут в блог на самом деле тоже надо учитывать и здесь есть одна хитрость что писать в блог всегда легче чем писать роман или писать сценарий почему потому что у написания романа довольно длинное плечо да то есть ты пишешь текст и ты обратную связь получаешь ну не знаю через год через два года даже я все время вспоминаю историю как когда я сдавал сдал один текст один одну книгу не помню какая точно была по-моему пишется книга пишется в эксмо сдал текст и она им так понравилась и они мне прям вот я прям запомнил мне девочка редактор когда с которой я работал она мне написала александр мы ее издадим мгновенно я такой о круто да давайте отлично книга вышла через два года да то есть вот и это по меркам издательства да сейчас эксмо кстати быстрее издает и может быть там пять месяцев до газетчик там где-то через полгода издан вот хотя с газетчиком там еще сложнее была история потому что они прочитали роман и сказали но теперь пишите еще два да это заняло два года да и потом через два года я сдал уже три текста полностью и вот через полгода после этого вышел газетчик писатель потом сценарист вот то есть вы обратную связь получаете еще только когда-то и вам надо себя мотивировать все время когда вы пишете в фейсбуке или в контакте или там в рассылку да то есть вот сразу вы пишете вы обратную связь получать мгновенно вот я сегодня с утра написал пост меня мысли возникло мне надо ее зафиксировать я ее записал написал через там пять секунд у меня уже там кто-то кто-то комментирует и это уже такое социальное поглаживание да я уже получаю какую-то какую-то обратную связь и мне это приятно да то есть и поэтому инстинктивно конечно мы тянемся автор тянется к тому чтобы скорее писать посты чем писать свой текст и очень часто так бывает человек сидит да особенно если там уровень осознанности не очень высокий такой сидит мне у меня дедлайн мне надо написать срочно там по эпизоде и смотришь там каждые 20 минут у человека там на пять тысяч знаков посты на какую-нибудь там новую тему появляется это очень забавно человек себя отвлекает всеми возможными способами хорошо да и более того и еще сложнее скажу еще сильнее вас запутаю иногда бывает что в пределах одного текста которые вы пишете у вас норма может плавать то есть например в начале работы над текстом у вас норма может быть чуть ниже да а потом когда вы разгоняетесь у вас норма может вырасти стивен кинг кстати говоря про это писал про то что там в начале он пишет там 5-6 страниц а может быть и меньше может быть и две-три а когда разгонится легко может там 10-15 страниц писать я не советую с этим экспериментировать почему потому вот если вы скажем так выйдете уже на такой уровень производительности как у стивена кинга да когда 40 лет подряд сидите и пишите тогда конечно уже можно да вы уже норму свою лучше чувствуете а когда первый свой текст пишите лучше с этим не экспериментировать и так вот теперь резюмируя подводя итог всему тому что я сказал так или иначе наша с вами задача определить свою норму я советую ее если вы пока если вы уже определили норму свою и понимаете что а вот моя норма там такая все я ее фиксирую если вы еще не определили то подвигайте ее туда-сюда да то есть добавили страницу убавили страницу или там если в знак добавили тысячу знаков убавили тысячу знаков да и постепенно определите какая норма будет вами ощущаться как комфортная вот столько-то написать я ощущаю ее как комфортную норму и вот теперь самое важное что нужно с этим сделать это самое важное одна из самых важных вещей за весь момент тренинга я прям фиксирую на этом ваше внимание и самое важное что я скажу силу после этого норма надо уменьшить не зафиксировать не увеличить а уменьшить примерно на одну пятую то есть может быть на одну четвертую тоже здесь надо смотреть все почему потому что мы всегда перерабатываем так же как мы переедаем когда мы сидим за столом едим точно так же мы перерабатываем потому что когда мы садимся писать мы разгоняемся мы входим состояние потока и мы не замечаем тот момент когда мы нашу норму перебрали дай мы написали допустим три страницы да мы еще чувствую да я еще могу сейчас 50 страниц написать да вот всегда такое ощущение да поэтому нужно себя тормозить даже не на трех страницах а чуть раньше на двух с половиной страницах а может быть даже и на двух страницах чтобы всегда всегда вставать из-за стола голодным то есть если вы например там сценарий легко пишите 10 страниц то лучше себе норму убавить до там 7 страниц например чтобы всегда вставать из-за стола голодным понимаю что не всегда там производственные всякие вещи накладываются да то есть не всегда это получается сделать но каждый раз когда вы перерабатываете это все не бесплатно это все оборачивается выгорание это все оборачивается тем самым скребком ковша по дну поэтому очень важно найти свою норму и уменьшить ее и не будьте жадными да то есть не там понятно что вот вы считаете например до 3 страницы в день я могу писать хорошо значит за год я могу писать по тысячу страниц плюс-минус а если я уменьшу до двух страниц норму свою да я буду писать там меньше гораздо до 600 страниц будут писать это же это же какая потеря целый том фактически я потеряю на самом деле во первых качество этих двух страниц будет заметно выше вот а во вторых есть не нулевая вероятность что если вы пишете да то есть норма которая ощущается как норма это всегда перебор то есть вот если вы нащупали свою норму и ощущаете что норма вот такая вашего это значит что вы перебираете примерно одну пятую примерно одну четвертую да там плюс-минус где-то то тоже это все индивидуально это все тоже надо ощупывать вот и писать быстро на самом деле это писать понемногу но каждый день и вы просто удивитесь тому насколько быстро вы на самом деле в масштабе жизни будете писать если вы будете писать уменьшив норму но каждый день вот где угодно как угодно всегда у меня ученик один он писал роман и вот он отправлялся в путешествие где там сложно было со всеми этими самыми со всеми делами вот и он где то что делать я говорю ну возьми с собой блокнот и пиши в блокноте да то есть если нет возможности если не будет возможности там писать возьми телефон возьми ноутбук какой-нибудь есть специальные ноутбуки которые много дней могут работать до которые используются только для только word туда можно поставить это даже не ноутбук а специальная писательская машинка в которой нет ничего кроме этого вот он по-моему такую машинку купил в итоге вот или в блокнот писал я уже не помню но важно то что да что все равно даже восходя на горы да он выбирал время находил там хотя бы полчаса в день час в день для того чтобы хотя бы там пол страницы пусть говорю но уменьши норму насколько возможно но каждый день каждый чтобы не было перерыва никакого перерыва насколько это понятно или если все понятно да то напишите что все понятно если что-то непонятно то задайте вопрос вот мне важно чтобы вы именно вот этот зафиксировали вот эту мысль да что надо норму нащупать и уменьшить не пытаться ее перебирать да то есть вот если вы маленькую норм небольшую но каждый день будете делать вы будете двигаться гораздо быстрее нежели вы себе взобьете взобьете себе сделать возьмете на себя повышенные социалистические обязательства и вы говорите за три дня да и потом множество таких примеров я видел нет я буду писать по 10 страниц муки хорошо 10 страниц написали на второй день с большим трудом но тоже 10 страниц написали и все дальше человек исчезает и через 7 месяцев вдруг появляется такого у меня ничего не получилось и человек даже не заметил того что прошли 7 месяцев так хорошо идем дальше вопрос когда вы пишете утром или вечером если у вас какое-то постоянное время когда вы пишете утром днем утром сразу после завтрака вечером хорошо утром в идеале спасение ночью когда бессонница как ложусь спать такой текст льется в голове ах на утро как корова языком слезала гелия пишет да я понимаю а иногда бывает еще во сне приснится какой-то текст у меня вот внезапно в этом году я не но я начинал когда-то со стихов в 14 лет 15 уж никогда совершенно точно никогда себя поэтому не считал но вот сейчас у меня вот этим летом вдруг начали приходить стихи причем верлибры который я уж вообще тоже всегда но не то что совсем прям считал нет не поэзии но всегда относился так немножко свысока к этому всему всегда мне казалось что это такое не не настоящие что-то скажем так вот и вдруг начали приходить верлибры причем во сне вот прям во сне приходит текст и четкое ощущение что его надо запомнить и записать я с утра просыпаюсь за записываю и даже но в общем не не сказать что прям плохие тексты совсем это интересно интересно очень такой для меня опыт я решил тоже не сопротивляться этому если почему-то вдруг моя писательская природа этого начала требовать видимо может быть тоже да какой-то но противофаза все всему этому валу новостей да надо какой-то сопротивление вот начинается текст начинает появляться это любопытно я их как такой как премию принимает сверх сверх выданные сверх нормы что называется так хорошо теперь друзья мой вопрос в лоб вы жаворнок или сова так жаворнок сова жаворнок сегодня все проспал хотя жаворны медведь а дятлы здесь есть хоть днем хоть ночью так теперь вопрос друзья мои вот вы выше написали когда вы пишете утром вечер дятел дать это видимо когда в спячке сидит а дятел это когда вот володарский был такой один из из моих учителей эдуард яковлевич володарский сценарист великий очень его люблю он умер сколько уже 8 лет назад и 9 лет назад и он писал просто из любого состояния вот он был дятел пьяный трезвый не приятель рассказывал историю как был у него в гостях еще маленький он был еще маленьким ребенком с отцом отец у него писатель вот они были в гостях у володарского и володарский ушел на второй этаж за то ли за спичками то ли за сигаретами что-то в этом роде вот и нет и нет и нет и нет два часа и нет заснул может поднимаются смотрит а он сидит и печатает на печатной машинке и на них смотрит так не понимая что случилось он забыл про то что у него гости то есть я представил картину да то есть человек поднялся наверх да взял сигарету до закурил и и машинально у него уже рефлекс кабинете закуриваешь надо садиться писать сел и увидел видимо текст решил что-то поправить в тексте и увлекся и все и про гостей забыл вот это дядя хорошо теперь вопрос друзья мои вот сопоставьте то что вы перед этим написали это что сейчас у кого кто являясь жаворонка пишет утром кто являясь совой пишет утром и напишите если среди вас кто-то у кого не совпадает да то есть вы жаворонок напишите вечером или вы сова но пишите утром вот есть кто-то у кого это не совпадает давайте я немножечко объясню что что такое на самом деле совы и жаворонки в моем представлении да это не те кто встает рано или поздно это скорость выхода на пик производительности то есть со временем это никак не связано да то есть вы можете быть жаворонком но вставать в 9 вечера то есть мы графиком своим можем управлять как угодно мы можем его поменять сдвигать да и там переменя переезжая в другие часовые пояса вы отлично это видите да то есть жаворонок это вот проснулся и уже на пике да вот я жаворон я просыпаюсь сразу же на пике то есть я могу встать в 6 утра в 601 я могу уже писать просто вот на меня голова сразу же запускается как как тесла до с 0 до 100 километров за 4 секунды сова разгоняется медленно да то есть сова это не тот кто спит до обеда до сова может совершенно спокойно проснуться в те же самые 6 утра просто она проснется на низшей низшей производительности и вот у меня жена она сова и и утром вообще не кантовать да то есть она работать начинает к вечеру и когда там 10 вечера я ложусь спать в 10 вечера у нее самое веселье сама дискотека начинается да и она там 12 10 вечера до двух часов ночи да у неё самая основная производительность ну вот то есть она весь день поднимается 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 до производительность растет 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 да то есть вот где-то там с 12 часов дня с ней уже можно разговаривать до 12 даже разговаривать бесполезно то есть она просто не слышит ничего вот я жаворнок она сова соответственно да нам для общения мы ищем вот этот кусочек времени посередине когда мы более или менее там близки по производительности есть еще голуби да то есть мы понимаем что это не так да вот если так то жаворнок если так то сова да то есть понимаем что есть это некая шкала у кого-то вот кто-то вот с такой скоростью разгоняется кто-то сякой и есть какое-то количество людей кто находится там плюс-минус посередине да то есть есть но считается что процентов 20 ярко выраженных жаворонков процентов 20 ярко выраженных сов а все остальные находятся где-то в середине и да им в принципе они совершенно спокойно могут и утром работать и вечером да то есть немножко снижена производительность но в целом можно себя разогнать так вот если вы голубь есть здесь несколько голубей и меня там часто спад а если я голубь что делать вот в этом случае я советую работать по режиму жаворонка то есть я советую свой режим сдвигать в режим жаворонка а не в режим совы почему во первых потому что наше общество начиная с индустриального начиная с индустриальной эпохи она все заточено на жаворонковый режим да то есть заводы начинали работать в 6 утра то есть 6 утра звенел гудок в заводских городах да там будильник был один на весь город да там гудок 6 утра всех будет да и потом люди там к скольки к семи к восьми утра идут на работу вот и вся инфраструктура человеческая она подстроена в основном под жаворонковый режим там магазины работают библиотеки работают театры работают они все работают под жаворонковый режим и сценарист писатель да он должен жить вместе с большинством людей да потому что жизнь состоит из очень многих мелких незначительных деталей которые надо чувствовать кончиками пальцев а вы их чувствуете только в том случае если вы их живете той же самой жизнью которой живут ваши читатели и ваши герои именно поэтому кстати вот мой мастер бородянский он смотрит программу пусть говорят я конечно не настолько не настолько готов приближаться к народу да ну вот тем не менее вот он говорит что вот мои мои зрители и мои герои да это люди которые смотрят программу пусть говорят поэтому я должен производить сонастройку да то есть это не исследование я хочу узнать что там передают да а я хочу понимать как эти люди чувствуют вот и вот все те события да вот все эти эти бабушки да которые утром куда-то едут в общественном транспорте да то есть если вы живете жизнью совы вы даже не знаете того что каждое утро толпа бабушек куда-то зачем-то загадочно едет в общественном транспорте и так далее и так далее вот большое количество этих мелких не незначительных вроде бы и не незаметных деталей да вот кстати ксения пишет по поводу германии тоже я согласен в германии точно так же и есть страна в которой это все еще сильнее это чехия в чехии вообще там рабочий день начинается в 6 что ли утра да и там в два часа дня в большинстве учреждений учреждений уже заканчиваются все эти самые все рабочие все рабочие мероприятия так кто у нас тут залетел в чат сейчас я его забаню секунду ребята залетный какой-то в трансляцию хорошо идем дальше если выжал сегодня мы потом дальше мы я разовью эту тему тему времени и тему организации рабочего дня сейчас просто мне важно чтобы вы вот фундамент заложили да то есть мы не можем двигаться дальше пока вы для себя не поймете что вот эта история с жаворонками словами она реально работает да то есть это не какой-то это не не социальный конструкт да то есть это реально ваше ваше некое биологическое устройство если вы ему сопротивляетесь да то есть если вы я будучи совой будучи ярко выраженной совой работаете например там не знаю 6 утра то тем самым вы себя убиваете физически да то есть если вы заставляете себя будучи совой после того как вы проснетесь сразу же выходить на пик продуктивности вы себе убавите там лет пять жизни и то же самое если вы жаворонок например да и вы себя заставляете да то есть вы с утра не работаете а работаете вечером да и или ночами начинаете будучи жаворонком да вот не неудобно нет возможности там утром писать я буду писать вечером да вы си вы просто ну проживете наден на несколько лет меньше вот и все просто вы физически себя убиваете да то есть вы даже не утомляете вы просто разрушаете себя не делайте так пожалуйста да она того не стоит и просто переустройте свой рабочий день таким образом что если вы жаворонок да то я например там всегда до работы писал да то есть скажем когда я работал журналистом в газете и там те же журналистика кстати очень тяжело совмещается с писательской работой журналистика копирайтинг да то есть написание текстов с написанием текстов сочетается плохо и я работал либо утром до того как идти на работу да то есть я допустим там вставал в 7 у меня тогда дочка маленькая родилась и я шел на молочную кухню дошел и обдумывал какие-то какой-то сюжет который мне сегодня надо написать а потом садился в 8 утра садился час писал и потом к 10 утра шел на работу вот и так два года потом я начал писать на работе то есть я приходил с утра опять же там не сделали ключ от редакции я приходил к 8 утра на работу и два часа сидел писал до того времени как в 10 часов все придут тоже вполне себе вполне себе вариант если вы жаворнок и пишите с утра старайтесь писать самым первым делом вообще лучше если у вас с ночи тоже это как бы такие мелочи да у меня там долгое время ноутбук на шкафу лежал и мне надо было встать со шкафа снять этот ноутбук поставить его принести на кухню поставить открыть подключить дальше я садился начинал работать и потом я его начал оставлять на на рано равно ну на моем рабочем столе не убирать и у меня продуктивность выросла то есть я приходил открывал ноутбук нажимал одну кнопку садился и начинал работать и продуктивность от этого выросла и ни в коем случае нельзя с утра перед работой не проверять почту не включать телефон ни с кем разговаривать до того как вы начнете писать а лучше до того как вообще напишите все что нужно написать если например у вас нет возможности до с утра сразу же всю норму работать особенно это там касается таких как мы мамочек да на которых малолетние дети да то есть вот например у меня там сейчас я должен там ребенка отводить в школу с утра вот и после этого только я имею возможность писать до некоторые там допустим с утра надо там всю семью разбудить накормить отправить школу на работу да и только после этого там человек освобождается и может начинать писать в этом случае я советую все равно открывать текст до того как вы начнете эту всю деятельность и хотя бы там два слова написать то есть запустить работу над текстом то есть в этом случае вы ее запустили прервали до прерывания это не очень хорошо но это будет лучше нежели если вы сначала сделаете все дела а потом будете начинать писать то есть вы запустите вот этот процесс работы прервете его да и дальше вам вернуться к нему будет легче нежели начать его насколько это понятно вот эта мысль что что прерваться и запустить снова процесс творческий проще чем начать его с нуля почему нельзя ни с кем ребят можно делать все что угодно но если вы разговариваете да вы включаетесь процесс да вы себя отвлекаетесь но если вы процесс запустили с утра да хотя бы два слова написали он у вас уже запущен иван к нему вернуться будет проще нежели начать начать работать с нуля вот попробуйте потренируйтесь я особенно и так опять же да мы понимаем все бытовые ситуации женщины очень часто у них утро устроена таким образом да то есть а я понимаю что очень многие из вас женщины да и встроены вот в эту семейную инфраструктуру жизни да то есть утром проснулись надо ребенка накормить надо мужа накормить выпнуть на работу да как кто-то может ребенка там в садик вход в школу отводит да то есть вас все равно вы и вы никак это не можете поменять да то есть все равно приходится это делать а потом у вас начинается например несколько часов свободного времени когда вполне можно работать и вы сделали все это сели работать а работать уже не хочется да уже перебили настроить для того чтобы это не было перед тем как всех разбудить и начать с ними там тутушкаться да открыли ноутбук открыли файлы и два-три слова написали запустили процесс работы закрыли и начали заниматься какими-то вещами вам вернуться будет проще чем чем сначала начинай хорошо идем дальше и так если утро посмотрите нет ли возможности проверьте нет ли возможности попробовать начинать работать раньше так аккуратно выражусь то есть не буду прям давать прямого задания начинать работать раньше но очень часто всегда можно там выгадать полчаса и начать начать писать на полчаса раньше если вы пишете в ночь если вы сова и да и все у вас вы понимаете я сова по времени у меня все организовано так что я работаю вечером это нормально то есть если будучи совой организовать себе творческую деятельность там например с двух с 10 часов вечера там до 12 ночи вполне нормально просто там надо естественно выход до ритуал выхода из рабочего состояния потому что может быть так дальше если вы неправильно выйдете да вы потом еще до четырех часов не уснете вот то есть правильно выйти из рабочего состояния хотя бы через похвалу или через какой-то подарок и подготовка и обязательно должна быть подготовка да во первых у вас не должно быть с утра никаких важных дел да то есть утром надо иметь возможность потупить после того как вы вечером работали об этом тоже чуть подробнее порасскажу и постараться перед началом работы убрать из вашего обихода любую деятельность в течение которой вы забываете о времени то есть убрать книги то есть не читать книги за несколько часов до того как вы вечером начинаете писать не смотреть сериалы и не смотреть соцсети то есть хотя бы там часа четыре не получится хотя бы часа два до того момента когда вы вечером начинаете писать не читать книги не смотреть сериалы не смотреть соцсети почему потому что вы тем самым вы это все вещи которые вводят в трансовое состояние до сходное с тем состоянием которое вы переживаете в момент письма да и вы выбираете ресурс тем самым который вам нужен для того чтобы писать и может статься так что вы вообще просто но не сможете выйти из там соцсетей и не сможете начать писать соцсети в этом смысле конечно убийцы продуктивности и дальше пишем только в это время теперь важно еще вот что что в течение дня я вам так на будущее мысли закину чуть позже я ее там в другой день поподробнее разовлю в течение дня у человека всегда на самом деле не один пик продуктивности а 23 то есть уже рынка с утра скакнул снизился опять подъем часа в 4 потом опять снизится и потом еще подъем там часов 7-8 вечера но естественно первый подъем большой второй поменьше и третий совсем совсем такой всплеск у совы наоборот там с утра глухо потом чуть-чуть подъем глухо чуть-чуть подъем да там сова в 11 утра может там уже вот уже человек слова может внятно произносить да там часа в три в четыре вот уже даже может что-то написать да а с 10 глаза как у терминатора и начинает херачить херачить так вот если вы жаворон я советую все рабочие дела скидывать на второй пик активности часа на четыре на три четыре а с утра заниматься творчеством если вы сова сначала делаете рабочие дела чтобы разогнаться это самое ценное время вы оставляете для творчества насколько понятно эта мысль про несколько пиков активности или если что-то непонятно то задайте вам задайте вопрос как вы смотрите на сиесту нужно ли она если хочется вот этот это вопрос который надо тестировать не всем подходит я нормально совершенно на это смотрю и надо да надо потестировать не всем подходит потому что там есть люди которые нормально бы то есть сон это быстрое переключение да то есть если человек умеет быстро переключаться в режим сна потом быстро выходить из режима сна просто есть люди которые медленно очень входят в сон и медленно выходят из сна вот если так то им там надо час чтобы заснуть и час чтобы выйти из режима сна тогда такой солнце он скорее разрушителя солнце вам тоже с утра несколько слов нет со вам не надо совы они к вечеру пишут им с утра зачем писать вчера не смогла выйти из рабочего состояния ритуал выхода из рабочего состояния мы с вами определили в первый день до нужно во-первых встать из-за стола закрыть файл подойти к зеркалу и сказать ты молодец очень хорошо поработал все делаете так когда вы завтракайте до работы или после хороший вопрос у меня завтрак завтрак он немножко разделен то есть я до работы выпиваю стакан кефира а дальше уже нормальный полноценный завтрак после окончания работы как то вот у меня сложилось я не знаю как то есть это даже в общем то не очень не очень как посол основана с диетической точки зрения да ну вот я привык стакан кефира выпивать выпиваю просто у меня долгое время когда я курил у меня болел желудок и я перед завтраком всегда или выпивал кефир или съедал йогурт какой какая-то привычка еще журналистских времен поэтому я советую вот так вот тоже посмотреть определить для себя потому что на голодный желудок писать совсем плохо и нажравшись до отвала тоже писать плохо здесь лучше какой-то баланс я советую завтрак разделять на две части съедать что-то небольшое до писательства и делать нормальный плотный второй завтрак после писательства поскольку это завтрак до организм с двумя завтраками вполне справиться так что-то у нас кто-то опять опять кто-то у нас залетает в чат и какие-то рекламирует эти самые часы на баню тоже человека все чаще приходится все чаще приходится банить каких-то спамеров идем дальше есть хорошая хорошая формула она называется формула 10 3 2 1 0 для нормального отдыха для здорового отдыха она не моя честно говоря я даже не знаю кто автор откуда где-то в интернете я на нее натолкнулся но она очень правильно и она позволяет структурировать свой рабочий день для в основном конечно для жара да потому что это выход именно выход из рабочего состояния 10 что такое 10 часов до сна нет кофеин да то есть мы не пьем кофе если мы ложимся спать в 10 часов до то соответственно после 12 часов мы не пьем кофе и не пьем чай кофеин в чай тоже есть да вот я пью иван чай не чай а иван чай в котором кофеина не три часа до сна нет идеи алкоголя два часа до сна нет работе один час до сна нет электронным девайсом и 0 раз столько вы должны называть нажимать кнопку отложить на будильнике то есть будем изменить мы встать как это все применить сове еще раз повторяю 10 часов до сна не пьем кофе три часа до сна не един и не употребляем алкоголь два часа до сна не работаем час до сна не используем гаджеты и 0 раз нажимаем кнопку отложить на будильнике как быть с совом как правильно выходить со во первых обязательный ритуал выхода из сна во вторых я рекомендую какие-то расслабляющие процедуры что это может быть это может быть посидеть расслабляющую музыку тихо послушать это может быть пять минут медитации если вы религиозны это может быть какая-то короткая молитва не всем подходит да но если да то это хорошо работает пять минут посидеть в окно посмотреть да то есть обязательно вот если вы сова и вы закончили работу в два часа ночи голова дымится обязательно сделать какое-то расслабляющие упражнение прям не пожалейте этого да и вы если вам кажется да нет да мне уже некогда делать тратить пять минут на медитацию до или пять минут сидеть музыку слушать или пять минут в окно смотреть и третье обязательно прохладный душ водные процедуры тоже может быть такое там вечером написал чуть-чуть что я мне некогда еще душ принимать завтра утром помоюсь вот советую это сделать обязательно три вещи ритуал выхода из рабочего состояния обязательно какое-то расслабляющие упражнения то есть здесь лучше не физическая активность до условно говоря не там собака мордой вниз да не йога какая-нибудь да а именно вот скорее медитация какая-нибудь да чтоб голову успокоить и прохладный душ не ледяной да и не горячий расслабляющий и потом после этого вы легче заснете то есть если вы просто сидели писали писали голова дымится до в два часа ночи а надо спать уже скорее там шесть часов спать осталось утром вскакивать дух рухните и все и сна не в одном глазу да и вы пять минут не потратили на то чтобы расслабиться да и в итоге будете там четыре часа ворочаться без сна и в итоге не выспитесь и на следующий день сложнее будет работать когда ложитесь я ну советую скажем так да это превратить тоже в некий некий ритуал удовольствия то есть потратьте минутку на то чтобы вспомнить то приятное что было в течение дня можно помечтать тут что еще я не знаю как у женщин да у мужчин бывает это время такой для эротических фантазий я не не советую в эту сторону идти да потому что это просто ну вообще все сдвигает все сдвигает в сторону эротики вот поэтому если например вам там хочется помечтать лучше мечтать и не лучше не идти не в сторону сексуальных фантазий то есть лучше мечтать о том как вашу книгу печатают и вы там перед зрителями выступаете нежели как вас гури обступают и что-нибудь с вами приятное делать то есть вот это я не советую делать потому что она опять же теряете энергию теряете продуктивность и в итоге там заплатите за это не написанными страницами вот то что я вам хотел сегодня рассказать насколько это понятно если все понятно то напишите что все понятно если что-то непонятно то задайте вопросы домашнее задание как обычно допишем в комментариях не позднее 12 часов написал столько-то страниц за это похвалил себя наградил норма уменьшена настолько то и вторая задача определить свои пики активности и писать строго в это время и сейчас хардкор сейчас хардкор будет если правило относительно организации работы в течение недели например в понедельник пишу один тип тип текста во вторник другой да естественно если вам например несколько текстов надо писать то в течение недели тоже можно организовывать эту работу и разделять я чуть позже поговорю расскажу вам о том как в течение дня разделять эту работу но в течение недели она тоже может быть отделена да то есть допустим если вы регулярно пишите тексты разных плотностей до условно говоря там в понедельник вы пишете по эпизоде дальше там во вторник вы садитесь и начинаете писать там тело текста на вторник среда четверг вы пишете диалоги и пятница вы редактируете текст на вот такое может быть разделение может быть разделение например если два проекта параллельно приходится делать у меня была такая ситуация когда у меня родился ребенок и мне надо было много денег зарабатывать я писал то я три сериала взял одновременно писать я писал там понедельник вторник среда один сериал вторник среда четверг пятница другой сериал вернее понедельник вторник среда 1 четверг пятница суббота воскресенье 44 дня 2 текст то есть в идеале конечно было три дня три дня и выходной но там большой текст был большой объем поэтому там все четыре дня это без выходных это очень тяжело конечно не дай бог кота потискать кота потискать да хорошая очень практика читать перед сном как думаете хорошо у каждого по-своему да то есть понимаете что если я например там читаю я читаю в среднем в день от 500 до 1000 страниц как вы думаете для меня хорошо читать перед сном я сижу делаю упражнение для глаз то есть у меня глаза к этому времени уже вообще ничего я сижу вверху не из правого лево делаю так согласно два завтрака очень способствует писательству вот тоже понимаете вот это вещи такие не они не очевидны и да и их со стороны если ты это не делаешь да не практикуешь то ты своим умом и до этого дойти не можешь да и никогда ни в каких учебниках по писательству да вам об этом не напишут и не скажут что надо два раза завтрак писатель вчера впервые жила одновременно без сладкого и без кофе нутрициолог не замотивировал молчанова замотивировал видимо молчанова выше уровень энергии и убедительность так где качественно учат и быстрому чтению ладно посмотрим ребят посмотрим как 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 пойдет дело и может я все таки сделаю курс по повторю по по скорочтению так ребят чуть сегодня у нас какие-то странные странные пассажиры залетают в чат сейчас забавно еще там кто-то сосед кого-то избил волшебный пендель будете да будет в по деньги сегодня прям до сегодня день спама в чате какого-то лютого хорошо так какой-то там хороший вопрос был сейчас я посмотрю его увидел и человек меня отвлек а выходных да вот очень хороший вопрос марина задала пишем без выходных смотрите если вы занимаетесь только писательство то есть вы пишете один проект и вы занимаетесь то есть кроме писательства у вас ничего не можно писать без выходных то есть писать без выходных вообще проще чем писать с выходными то есть сделать себе выходной это очень трудная работа и то есть вы себе вы можете организовать свою писать свой писательский метаболизм так чтобы писать каждый день то есть стивен кинг пишет каждый день есть миф что он там когда-то он в интервью ляпнул что он не пишет три дня что он не пишет свой день рождения новый год или рождество там не помню и там день независимости вот и потом он сказал что это все херня конечно же я пишу каждый какой что за что идет что ли чтобы в день рождения не писать да то есть когда пишет когда писательство это твоя жизнь до не понимаешь как бы зачем если есть день зачем не писать вот но если я советую если у вас во первых вы пишете больше чем один проект одновременно во вторых если вы работаете где-то на работе обязательно делать выходной то есть в этом случае очень сложно чувствовать баланс работы и отдыха и в этом случае просто вот надо принудительно себе обязательно один день сделать полностью выходной суббота воскресенье кому-ка в том случае если у вас вы пишете больше чем один проект одновременно или если у вас есть работа какая-то иногда возникает желание написать сценарий после текста или наоборот как с этим бороться не очень понимаю владислав вопрос ваш смотрите текст и здесь я советую так да да не давать так я сейчас в совмещение текста сейчас не буду погружаться до совмещения работа наденскими текстами просто про это будет отдельно целые целое занятие поэтому давайте я отдельно прям про это расскажу сейчас чтоб сейчас не не сбивать людей с толком поэтому можно ли повышать норму по страницам при редакции ну когда вы редактируете там по-другому же считается я редактуру опять же я бы редактуру не стал бы учитывать точно так же как написание текста другой вид деятельности совершенно вплоть до того что другое полушарие за это отвечает так хорошо теперь задание для да теперь хардкор смотрите небольшое упражнение для переключения опять минутное минутное упражнение на концентрацию если вы сейчас у вас рядом есть какой-то запах как то на котором вы можете сосредоточиться например запах елки да или например запах свежести из-за окна свежего воздуха или запах книг да то есть если есть какой-то ярко выраженный запах который вы сейчас можете идентифицировать то будет ну работайте с этим запахом если нет возьмите что-то что имеет запах единственное что это не должны быть духи или одеколон да то есть это не должен быть парфюм да то есть не должно быть что-то с резким запахом и не должно быть что-то с телесным запахом да то есть это не должны быть условно говоря там грязное белье какое-то да может быть какая-нибудь пища до пищевая добавка какая-то может быть мандарин да может быть чай но и может быть например книга какая-то может быть игрушка какая-то вот мы будем сосредотачиваться на запахе но если например у вас и так в пространстве есть запах который и вы достаточно чутки для того чтобы на нем сосредоточиться то можно сосредоточиться на таком запахе и в течение следующей минуты я попрошу вас сосредоточиться на запахе в чате не пишем в течение этого и минута эфирное масло к духам относится относится мандаринка может быть специи корица может быть и мы да и закройте глаза обязательно начали и и и и и Продолжение следует... 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 Понятно, что это будет все равно быстрая перемотка, то есть это не будет так, как в рассказе Борхеса, герой, который все помнил. И вот он, когда вспоминал предыдущий день, у него это воспоминание занимало день, потому что он вспоминал его полностью во всех деталях. У вас, конечно, вряд ли так получится, но максимально подробно вспомню. И потом напишите, какие будут ощущения. Так, что-то начало подвисать, да? Сейчас я проверю. Так... У меня есть звук. Сейчас есть звук? Слышите ли вы меня? Есть. Видите ли вы меня? Ну, видимо, как это немножко подвисло, ничего страшного. Задание все увидели? Все услышали? Задание, да, видит не все увидели. Значит, домашнее задание. Выбрать время сесть или лечь с закрытыми глазами и вспомнить весь предыдущий день. От начала до конца. По возможности максимально подробно вспомнить весь свой предыдущий день. И потом напишите, какие есть, что по этому поводу вы пережили, что заметили. Какие-то инсайты, может быть, возникли. И напишите в комментарии отчет. Хорошо. На этом сегодня я текстом задания, сейчас домашние задания я добавлю в урок. Также, друзья, я напоминаю, мы с вами продолжаем делать, получать подарки от Вселенной. Дополнительное задание. Ниже пост с подарками, где мы собираем подарки, репостим домики. Репостим домики и получаем подарки от Вселенной. Вот дополнительное задание для всех. И также я напоминаю, опять, там уже несколько человек уже вписались в мастерскую. Я, опять же, сильно это не пушу, не рекламирую. Но я думаю, что все вы понимаете, что я рассчитываю на то, что какое-то количество из вас, какое-то количество участников самодисциплины придет учиться в мастерскую на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. Набор, на который идет прямо сейчас, и ссылка на вход в мастерскую находится прямо под текстом. Я пока итоги не подводил, сколько там, но там каждый день, каждый день какое-то количество участников вписывается. Поэтому не откладывайте и тоже присоединяйтесь. Курс отличный, я его очень люблю. Там очень и очень прикольно. И увидимся завтра здесь же, здесь же увидимся на следующем занятии в 12 часов, на четвертом занятии нашей самодисциплины для писателей и сценаристов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok